Привет, уважаемые киберпанки! Меня зовут Рирс, и сегодня вы узнаете, как получить шестиколесный кабрио, доступ к секретному магазину холодного оружия и как пройти бойцовский клуб на максимальной сложности. Стартовый набор обойдется вам в 15 тысяч AD, плюс ставки за каждый отдельный бой. Для начала вам понадобятся хотя бы синие руки гориллы. Купить их можно за 15 тысяч почти у любого рипера, но можно немного сэкономить и приобрести импланты дешевле. Для этого вам нужно выполнить заказ, который находится возле рипера в районе Кабуки, который находится вот в этой области. Защищаем подвал, выясняем, чем они там промышляют, выходим через дверь, которая ведет прямиком к риперу, разговариваем с этим рипером и в процессе разговора говорим ему, а я знаю, чем ты занимаешься. Он такой, не надо, не надо, я все понял, давайте скидку сделаю. И делают небольшую скидку, и руки гориллы стоят теперь 12 косарей. Данное улучшение позволит наносить немного больше урона в рукопашных боях, и вы сможете пройти бойцовский клуб без прокачки ветки ближнего боя. Затем нужно будет пройти в аптеку и купить там аптечку и стимулятор на стамину. Хилками во время боя пользоваться нельзя, поэтому нужно будет забаваться перед боем. Также в любой кафешке берем попить и поесть. Если они брали задание на бойцовский клуб, то находится он в мегабашне в маленьком Китае, там где ваша квартира. Квест дает продавец холодного оружия. Подходим к нему, разговариваем, он отправляет вас по нескольким заданиям, где нужно будет победить определенных врагов. Выбираем первое задание, это задание с близнецами. Отправляемся к ним и беседуем. Перед беседой желательно забаваться джентльменским набором. Это аптечка, стимулятор на выносливость, еда, вода. В процессе диалога можно узнать, что это не близнецы, уже не близнецы, а это одно сознание в двух телах. Выбирайте максимальную ставку и сохраняйтесь перед тем, как нужно будет запустить бой. В случае неудачи вы не умираете, игра продолжается. Тем самым вы теряете свои деньги и проигрываете бой. И чтобы еще раз попытаться сразиться с этими ребятами, вам придется заново делать ставку. Чтобы избежать лишних трат, просто выбираем последнее сохранение, загружаемся прямо перед самым боем и начинаем их опять месить. Я придерживался следующей тактики. Атаковал одного из близнецов тяжелым ударом, зажимая левую кнопку мыши. Мощный удар обездвиживает врага на несколько секунд. Когда противник начинает вас атаковать, то лучше всего заблокировать удар, либо использовать контратаку. Блок ставится на правую кнопку мышки. А контратака работает при блокировании удара в последний момент. Не всегда срабатывает, есть вероятность получить люлей. А люлей наносят на максимальной сложности противники довольно-таки мощные. Один-два удара и все, вы лежите, отдыхаете. Не пугайтесь, ваш урон будет такой маленький, что биться вам придется несколько минут. Бился я с ними несколько раз. В моих руках гориллы еще стоял модификатор на огненный урон. Но можно и без него, потому что огненный урон наносит там вообще гроши. И реально можно пройти с синими руками. Ну к тому моменту, когда я проходил, я уже был с легендарными руками. Они там не намного больше урона дают, но стоят дороже. Им нужно 35 препутации. И кстати, легендарные руки можно купить в богатых районах Найт-Сити. В центральном районе у рипера и в нижнем от центрального. Бесплатных легендарных рук гориллы я нигде не встречал. Да и обычных тоже. Во время боя я иногда входил в кураж и после мощной атаки применял еще несколько обычных ударов. Но иногда засматривался и второй близнец навешивал бюлей и тем самым я отъезжал. Поэтому в финальной схватке я редко использовал комбо и бил просто мощным ударом, тем самым обездвиживая врага. И ждал, когда один из врагов будет на меня бежать со своим приемом и блокировал этот прием. Либо контратаковал, либо просто блокировал. В зависимости от ситуации. Во время боя можно пропустить один удар, второй удар вы уже не выдержите. Еще один совет. Всегда следите за выносливостью. Оставляйте хотя бы 15-20% на то, чтобы сделать блок. Я делал так. Бил 2-3 раза мощным ударом. Отходил и вставал в блок. Ждал, когда меня атакуют и продолжал комбинацию. И постоянно двигался по карте, чтобы избежать атаки от второго близнеца. Нужно просто отходить от него подальше немножко и все. А ты попросишь пощады как твой братец или хочешь еще? Отлично, первый бой пройден. Теперь двигаемся дальше. Следующий бой это Азоб Клоун с гранатой вместо Нурса. Кстати, если прокачать уровень репутации, то Азоб позвонит вам и предложит прокатиться вместе. Вы пройдете небольшое задание и взамен он даст вам рецепт на легендарную гранату. С Азобом я бился по точно такой же тактике. Единственное, что сказал Ви во время диалога, что он не будет бить по носу, чтобы граната не взорвалась. Но там во время боя можно бить куда угодно и вообще ни на что не влияет. Это всего лишь условности диалога для погружения в мир. Все то же самое по той же тактике. Я навешал ему люлей со второй или с третьей попытки и отправился дальше. Бой окончен! Победа зови! Следующее задание привело меня в логово животных. Это такие качки на стероидах, которые помимо мышечной массы своей используют еще всевозможные импланты. Вот такие легенькие, отвечающие только за силу. Там нужно будет сразиться с одной сударней, бой тоже незамысловатый. Все примерно по одной схеме происходит. На самом деле, когда вы победите первых близнецов и поймете принцип боя, и уже следующие враги будут отлетать на раз-два. Точно так же мощным ударом немножечко применял комбо, блокировал атаки и победил. Победа над этим боссом привела меня к магазину, который находится в этом же помещении. Ничего интересного у него не продавалось. Может быть потому, что у меня был маленький левел и ничего стоящего мне не предложили. Хрен знает еще почему. Ну а также там можно выполнить еще заказик прям сразу же. Но после выполнения этого заказа повторно я в этот магазин попасть не смог. Враги начинают на тебя уже агриться, когда ты заходишь вглубь этого помещения к тому человеку, который продает холодное оружие. Следующий бой привел меня к 6 улице, к банде 6 улица, где нужно было сразиться с бывшим снайпером. В процессе диалога можно увеличить ставку до такой степени, что данный персонаж поставит свою любимую снайперскую винтовку. Тактика точно такая же. Тихо, а то язык вырву. Но после победы этот пассажир не захотел отдавать свою винтовку и пришлось всех врагов порубить на мелкие кусочки. И забрать эту винтовку и уйти со спокойной душой. Очередная битва. И здесь уже нужно будет сразиться с представителем банды Валентину. В процессе диалога выясняется, что этот человек на последние деньги участвует в боях, чтобы прокормить свою семью и ждет его жена ребенка. На кон ставит он тачку и после победы над ним есть выбор забрать деньги, забрать тачку, забрать деньги и тачку, либо ничего не забирать. Я выбрал только тачку. Деньги не стал брать, потому что деньги у меня практически бесконечные. Если хочешь знать, как замутить себе примерно такую же сумму денег, то посмотри видео, которое находится либо в описании, либо в верхнем правом углу. Тачка шикарная. Это золотой кабриолет, шестиколесный. Выглядит шедеврально, но по характеристикам он достаточно медленный. Есть забавный момент. То ли он вам напишет, то ли позвонит, я уже не помню. И спросит, ну что, как там машина? Для начала расскажет про то, что жена его родила, все хорошо, все дела. И потом спросит, что вы сделали с его машиной. Я ответил, что она стоит в гараже, я ее практически не использую. В принципе, я ответил честно. Все отлично, мы прошли подготовку к главному бою этого сюжетного задания. Направляемся опять в район Пасифики, там, где происходил бой с Азобом. И это главный бой в Найт Сити. Пришли все. Пришел рипердог Вик. Пришли все участники, которых мы повергли в предыдущих боях. Можно со всеми поговорить, насладиться, так сказать, атмосферой. Ну и, конечно же, придет наш тренер, который будет просить нас поддаться в этом бою и попилить бабки пополам. Ну я выбрал честный путь, не стал поддаваться на провокации. Плюс еще там девчонка ко мне подбежала, говорит, вот этот плохой человек, с которым ты будешь биться. Что-то там сделал с моими родителями, там, тыры-пырыч, у кого не надо этого делать. Пожалуйста, побей его, дай ему люлей. Ну, конечно же, я выбрал дать ему люлей, и это оказался самый сложный босс. Напор способностей у меня точно такой же, только лопит он еще сильнее. И на нем просидел я подольше. Ну, наверное, из-за того, что меня сбивала эта орущая музыка. Это гребаная ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Когда будете проходить, поймете, о чем я говорю. Молодец! Дай пока не сломается! Лучше музыку вообще выключить в этом моменте. Она реально сбивает. И во время боя я уже окончательно понял эту тактику, по которой нужно действовать. И 100% ты победишь любого противника в рукопашном бою. Перед диалогом обафался едой и сохранился в том моменте, когда начинается уже непосредственно бой, после того, как вы поговорите, сидя на стуле с Виком. Нужно такое сохранение, чтобы избежать в дальнейшем повторного диалога Потому что только в этом моменте мне удалось найти нормальную точку сохранения Вик нам подсказывает, что в торсе у него самое слабое место Бьемся мы, кстати, опять с представителем банды зверей По лору это самый мощный боец, которого никто не мог победить Из-за того, что у него там стоят супер навороченные импланты Он мега прокачанный и такой людый, что вообще, что род того манал Но на деле он особо ничем не отличается от предыдущих противников Только из-за того, что он мощнее лупит, это создает определенные проблемы Что здесь вообще нельзя получать урон Но если хочется, то один раз При помощи тех бафов, которые на вас висят, вы немножечко потом захиритесь Но второй удар вы все равно не переживете Так что смысла от этого никакого нет Главное, чтобы хватило на один хотя бы удар Потому что один удар вы по-любому получите Все по той же схеме Мощный удар до 20% стамины Это три удара подряд Отходим в блок и ждем его анимацию боя Анимация у него предсказуема Еще в процессе боя эта сука может захилиться Это единственный босс, который смог использовать вейп этот свой Чертов и захилить себе почти фулл бар И мне пришлось биться с ним опять Не знаю, записался этот момент или нет Но победа над ним точно записалась И вот как это было ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я его победил И он начал грозиться тем, что Это еще не конец, мы с тобой увидимся Но я игру почти прошел Наиграл в нее уже 115 часов Выполнил практически все дополнительные задания Но повторно никаких последствий от этого не было Может быть, дальше будет И сделаю отдельный видосик про последствия Если вам будет, конечно же, интересно Либо напишу в комментариях под этим видео Еще один забавный момент После того, как вы выходите из этой комнаты, где проходил бой Там стоит эта девочка И можно послушать разговор, что Все это была подстава чистой воды Никого там у нее не убивали Она играла свою роль Чтобы потом наварить немножечко деньжат на ставке Так как у меня персонаж дитя улиц Там был дополнительный диалог Что типа да, нормально, не парься Все мы жили на улицах Все мы крутились как могли Вот такое интересное задание Где вы окунулись в подпольные А может быть и не совсем подпольные Бои найти И да, я самому персонажу вообще Ни единого пункта не вкидывал в рукопашный бой Все, затащил чисто на имплантах Урона единственное наносится мало Но противника можно взять измором Просто этот бой будет длиться немножечко дольше Главное правило это не получать урон Вовремя блокировать и держать всегда выносливость для блока И не впадать в кураж И тогда все получится Спасибо за просмотр С вами был Рирс Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Не забывайте рассказать про это видео своим друзьям Тем самым вы очень сильно поддержите этот канал И поможете видео раскрутиться немножечко И собрать немножко побольше просмотров И мне приятно И вам не сложно И все в шоколаде Также рассмотрите возможность стать спонсором этого канала Получите значки Смайлики Место в конце каждого ролика Ссылку на секретный дискорд Ну и большое спасибо Всем счастливо Всем до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok